Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика традиционно по стратегии Scalping Intraday на зеркальных линиях. Досмотрите видео до конца, обсудим экономические события. На этой неделе их очень много, очень интересные. А сейчас приступим к анализу. Евро-доллар имеет вот такие две линии сопротивления, поэтому в районе цены 1.04.85 и 1.06.19 можно ставить ордера на продажу и зарабатывать на падении. Бирюзовыми квадратами я отмечаю разворотные точки, где цена разворачивается. Какие ставят тейк профиты и стоп-лоссы, меня часто спрашивают. Это вы можете узнать на моем профессиональном курсе обучения. Ссылка на мой курс на моем канале, ссылка на мой канал в описании к этому ролику. Давайте посмотрим S&P 500. Как вы видите, оно движется к зеркальной линии поддержки. И в районе цены 3.422 я ожидаю разворот вверх. Почему, скажем так, я очень рассчитываю на этот разворот? Он очень похож на движение биткоина. Кто давно смотрит мой канал, те знают, что я еще несколько недель назад говорил о развороте от зеркальной линии поддержки биткоина. И это произошло, если мы посмотрим H4, мы видим, что когда цена дошла до линии, сложным пробоем она развернулась. То есть был сильный отскок. То же самое ожидает нам, скорее всего, S&P 500. Кстати говоря, что касается биткоина, вполне возможно, что он будет снижаться дальше, поскольку пока что у нас второй достаточно негативный по криптовалютам. Все снижается. Но тем не менее, поскольку у меня стратегия краткосрочных разворотов, то этот разворот произошел. Это главное. Те, кому надо, на этом заработали. По S&P 500 может быть то же самое. Сейчас цена хоть и сильно ходит вверх-вниз, волатильность зашкаливает, но когда мы дойдем до уровня поддержки зеркальной, может произойти то же самое. Хороший отскок. Поэтому имейте в виду, поставьте себе оповещение. Кстати, как пользоваться оповещением, у меня на канале есть отдельный ролик. Британский фунт Швейцарский франк имеет вот такую нисходящую линию поддержки. Поэтому в районе цены 1.1525 можно рассчитывать на рост цены, на разворот и зарабатывать на росте. Еврофунт имеет и поддержку, и сопротивление. Так что если пойдем вверх, то в районе цены 0.8671 ставим ордера на продажу. А если пойдем вниз, то в районе цены 0.8560 ставим ордера на покупку. Британский фунт Австралийский доллар имеет две линии поддержки. Если движемся вниз, то в районе цены 1.7390 ставим ордера на покупку. Если пойдем еще дальше, то ставим ордера на покупку в районе цены 1.7181. Австралийский доллар пробил линию поддержки. И сейчас ожидаю разворот к, точнее подход к линии сопротивления зеркальной. Здесь будет разворот вниз. Это в районе цены 0.6862. В этом месте может стать ордера на продажу. Если же пойдем дальше вверх, то в районе цены 0.7080 тоже разворотная точка на продажу. Вот такие вот у меня сигналы. Это еще не все сигналы. Полный обзор смотрите у меня на канале. Ссылка в описании. Ну а теперь посмотрим экономические события, на которых можно заработать на этой неделе. В понедельник у нас достаточно день такой неопределенный, потому что день независимости в США. Рекомендую вообще воздержаться от торговли. Во вторник у нас интересная новость. Это решение по процентной ставке в Австралии. Была ставка 0.85. Кстати, кто торгует вместе со мной и подписан на мой телеграм-канал у меня, на моем канале ссылочка в описании. Те не пропускают. Я всегда стараюсь оперативно оповещать о важных новостях. И на австралийском долларе мы уже не раз заработали. Цена просто идеально двигалась в ту сторону, куда повышалась ставка. На этой неделе я также ожидаю укрепление австралийского доллара при повышении процентной ставки. Поэтому ставьте себе оповещение и не пропускайте. В среду публикация протоколов ФОМС. Вечером будет тоже волатильная новость. Куда пойдет цена, там особо непонятно, но новость будет волатильная. Кто умеет торговать на новостях, торгуйте. Кто не умеет, лучше воздержитесь от торговли в этот момент. В четверг у нас число первичных заявок на получение пособий по безработице. будут волатильные новости. Эти все новости предваряют, собственно говоря, пятничный нон-фарм. В пятницу изменение числа занятых в несеркхозяйственном секторе. В это же время выйдет новость по безработице в США и данные по изменению занятости в Канаде. Все традиционно три новости выходят в 17.30 по нашему времени. Поэтому готовьтесь к этим новостям, пополняйте счета. Кстати, компания A-Markets предлагает пополнение 100% бонуса на первый депозит. Поэтому пользуйтесь этой акцией. Кто уже давно торгует в A-Markets, есть бонус до конца месяца, насколько я знаю, 20%. Причем торгуемый бонус. Поэтому используйте эти возможности. Вот такие новости на эту неделю. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok